Император Юдхиштера стряхнул Санчайю, спросил его, в чем дело, почему у тебя почернело лицо, что, в чем причина того отчаяния твоей депрессии. Санчай старался закрыть лицо руками, он не хотел показывать своего Юдхиштера, он выдавил себя. Они ушли, они пропали. Мой царь меня ни о чем не спросил, бросил меня, ты великая душа. Юдхиштера не мог поверить своим ушам, о каком царе ты говоришь, кто бросил тебя? А Санчайя, продолжая вздрагивать от сдерживаемых рыданий, сказал, они бросили, они ушли из дворца. Да, их нет нигде. Дритараштра, мой дорогой, дорогой слепой царь, друг, он не спросил меня ни о чем, не посоветовался, он ушел. Они, кажется, ушли очень давно, и не только он, еще и слепая Гандхария исчезла из дворца. Ты понимаешь, что это значит? Что же стало причиной такого страшного горя? Санчайя, Санчайя, верный помощник Дритараштри, его суд, извозчик его колесницы, человек, который рассказывал Дритараштри истории каждый день, геральдические истории, истории рода Куру, истории Спурана, который всегда сидел, управил конями его колесницы. Санчайя, который был личным, приближенным секретарем, другом Дритараштри, который знал, как ему казалось, все вообще о своем дорогом господине, без которого дорогой господин не ступал ни шага в этой жизни на протяжении многих десятков лет. Это Санчайя не знал, что Дритараштри исчез из дворца. Не только один еще тетушка Гандхари исчезла из дворца, и Махатмы Гидуры нигде не было. Видно, Санчайя просто проигнорировал Санчайю. Санчайя был убит. Интересно то, что Санчайя привязался к Дритараштри еще больше после того, как закончилась битва на Курукшетре. Слепой царь чувствовал страшную пропасть, одиночество в сердце, которую никто уже не смог бы заполнить. Ведь ему нужна была всяческая поддержка физическая, моральная и эмоциональная. И Санчайя стал для него всем. Он постарался заменить целепому царю всех его погибших сыновей, сто сыновей и всех внуков, которые погибли, всех родственников царей и друзей, которые погибли в этом великом сражении на Курукшетре. Санчайя думал, что Дритараштри нет человека ближе и дороже, чем он. И никогда у него не было и тени сомнения в том, что Дритараштри никогда ничего от него не скрывает. Шилов Ясад его отец Дритараштри перед началом битвы на Курукшетре пришел к царю с предложением. Он спросил, сын, хочешь ли ты видеть то, что происходит на поле Курукшетра? Битва случится, она будет неминуема. Я могу тебе даровать физическое зрение, я могу тебе дать духовное зрение, ты будешь знать и видеть абсолютно все, что происходит на поле битвы. Дритараштри, прозорливый в этом случае, Дритараштри спросил Шилов Ясадеву, а ты знаешь, каким будет исход битвы? Шилов Ясадева сказал, да. Я, конечно, знаю исход, а в исходе битвы, если ты хочешь, я могу тебе сказать. А прямо сейчас Дритараштри сердце его сжалось в комок, он спросил, скажи тогда, Санча сказал, твои сыновья, друзья, они воюют против тех, за кем стоит Господь Кришна, их поражение неминуемо. Дритараштри сказал тогда, дорогой отец, я не хочу видеть ни глазами, ни мистическим зрением, ни духовным зрением того, что будет происходить. Прости, отец. Ясадеву пришлось уйти ни с чем, но он все-таки очень хотел дать духовное прозрение, самую силу, и поэтому он обратился к Санчае, дорогому помощнику, Дритараштри с тем же предложением. Санчае очень был неуверен, может ли он покинуть Дритараштри для того, чтобы отправиться на поле битвы, участвовать там, потом не было никакой гарантии, что он сможет выжить в этих страшных сражениях. Сила Дритараштри предложил Санчае достаточное количество благословений для того, чтобы Санчае стал лошатаем. Дритараштри для Дритараштри, сыновья, Садеева. И так благословений было несколько. Одно из них было таково. Санчае получил мистическим образом на время битвы к Уракшетру возможность передвигаться по всему полю, а сражение, будучи незамеченным никем, в основном, будучи неуязвимым для стрел и других видов оружия. И даже если кто-то, обладающий мистическим видением или особыми дарами, сможет увидеть Санчае, пообещал в Ясадеева, Ясадеева лично прикроет его в своей мистической силе. И в Ясадеева литературное воплощение Бога, естественно, обладает доступом ко всем видам мистических совершенств. Поэтому он совершенно надежно пообещал Санчае, что того не коснется. Никакой оружием, что ни один волос не упадет с его головы, и что он будет обладать мистическим видением и слышанием до самого конца битвы на Куракшетре. Еще Санчае провел битву на Куракшетре 10 дней до того, как он увидел падение Бишмадеева. Тогда он почувствовал, что нужно возвращаться. Он знал, что война проиграна. Он знал, что его, дорогому диритературе, потребуется поддержка. Из благословения в Ясадеева Санчае вернулся к диритературе и начал пересказывать ему все события, которые прошли за 10 дней битвы до самого падения Бишмадеева. А потом продолжил рассказ о битве. Бишмадеева лишал носом лужи и стрел. Адри Тарашта, сидя во дворце, получил самое подробное сообщение от Санчае о том, какие битвы шли между кем и где, кто выигрывал, кто с кем сражался, кто покинул тело, кто пал, кто продолжал сражаться. И все это по милости Шрилы в Ясадеевы. Санча был настолько близок к диритературе, что он знал, что диритературе без него уже не мыслит своей жизни, не может ни есть, ни пить, ни спать, ни думать без него. Чем старше становился диритературе, тем ближе становились их отношения, и Санча был уверен в своей незаменимости. И вот диритературе исчез. Гандхаре исчезло, и Махатва Видура, который так любил Санча, исчез тоже. Никто ничего ему не сказал, у него не спросили советы, ему не дали знать о том, что произошло или будет происходить. Это было страшно. Санча не знал, что делать дальше со своей жизнью. Он был уничтожен, как ему казалось. Он погрузился в пучину депрессии. Юдхиштера не смог бы вывести его из депрессии сам.